Она мечтала покорить арену белорусского цирка. Я полностью самоучка. Теперь ей стоя аплодируют во всем мире. В Москве на Идале встречались стоя. Этот трюк еще никто не сумел повторить, ведь каждое движение – огромный риск. Очень страшно, когда твой ребенок падает и летает с коня. Первая белорусская, завоевавшая главную награду престижного международного фестиваля «Золотой кору» Анастасия Евхименко в проекте «Наши». Смотрите прямо сейчас. В Минске я увидела этот номер. Мне было 5 или 6 лет. Я увидела жанр хулахупы на лошади в исполнении Аны Шанниковой. И все, сказала, вот именно этот номер я и хочу сделать. Моя крестная мама – она хулахупщица. Она мне подарила пару обручей. И я с ними вот где-то на конюшнях, где-то в репетиторном манеже, когда свободно, либо на втором этаже наверху, либо в этом зале. Вот именно занималась. Я полностью самоучка. Полностью в плане хулахуп. Я смотрела видео, что-то сама придумывала, что-то видела у других артистов. Творческий путь в цирке началось с того, что она ребенок цирковых родителей. Я приехала в Минск с номером «Дрессированные собаки». Мы работали в Шапитоно-Комсомольском озере. Ну и когда мы закончили работать, в силу обстоятельств мы не могли вернуться в Москву. Потому что был путь, и выезд был запрещен в Москву. И нас пригласили работать вот сюда, в цирк. Еще был директор Пашкевич. Мы отработали две программы, потом поехали на гастроли в Польшу. Ну и там мы со Славой познакомились. А он был руководителем акробатов. Поэтому она с детства видела все цирковые жанры, смотрела. Ну и, конечно, ей хотелось подражать. Постепенно-постепенно, просто через игру, скажем так, начала более серьезно этим заниматься. Потом она подошла к нашему директору в возрасте 14 лет. И сказала, я хочу сделать такой-то номер. Она говорит, ну давай мы тебя посмотрим. Она меня просмотрела и сказала, мне очень нравится, мне это интересно. Она говорит, давайте искать лошадь. Мы смотрели в интернете, мои друзья из конного спорта подсказывали, что где есть. И вот третий подсчет у нас получился малыш. Вот я просто взгляд его увидела и говорю, все, вот это вот мое интуиция. Пускай это вот моя лошадь, все, я даже смотреть ничего не буду. Это вот именно то, что мне надо. Мне говорят, зачем? Он взрослый, он укрытый. Уже у него сформировался характер. Я говорю, тебе будет сложно. Я говорю, ничего, прорвемся. Вот, и мы потихоньку привыкали к друг другу, привыкали к цирку, к манежу, все постепенно, скажем так, ступенькой за ступенькой. Очень многие, скажем так, говорят, мы тебя вообще не видим в этом жанре, ты ничего не сделаешь. Такие скептики, они до сих пор есть. Поскольку она с детства всегда любила лошадей, у нас даже есть фотографии, вот подборка фотографий, где она вот с такого маленького на больших фризах, потом пони, потом еще что-то, еще что-то. То есть всю жизнь она около лошадей. И вот это вот умение крутить хула-хупы и любовь к лошадям, она соединилась в такой оригинальный номер. Абсолютно отсутствует чувство реальности. Говорит, вот увидишь, у меня будет лошадь, я буду на ней работать. Ну, позвало время, да, здесь сын человек захотел, задался целью, очень много репетировал, очень много отдавал. И сейчас тоже, наверное, сын человек, который просто настолько предан своему делу, который готов творить и творить, и творить, это просто полет фантазии. Единственная артистка, которая исполняет всю свою работу, и только выучаясь на полную субовую лошадь. Субовую лошадь подразумевает себя, то есть на спине, ни на кладах, ни панно, как мы называем, у нас называется еще чипрак. То есть она работает чисто на голове и на спине. Да, на разных аллюрах, это шакры, голубь, ну и плюс темп. Самый для меня опасный трюк – это бочка на голубь. На лошади надо стоять, должен быть стержень здесь, здесь должен быть стержень, но работает только ноль. Чтобы крутить бочку, она большая, ее надо раскручивать всем туловищем, получается такой, как волной. КОНЕЦ Из всех лошадиных жанров, вот это вот, знаете, как высший пилотаж. Потому что одно дело, когда ты сидишь в седле, все-таки это более устойчиво, более уверенно. А другое дело, когда стоишь, да еще на голой лошади, там играет каждая мышца во время движения. Даже вот когда он пугается, он начинает дрожать, и совершенно по-другому играют мышцы, надо стоять. И пробовали, например, вот режиссер предлагала одеть обувь, и не получилось, потому что она чувствует всей стопой, и всей стопой работает. И обувь, в общем-то, очень мешает. Я не знаю, как я стою на голой лошади, я вам честно скажу, я не знаю, я просто стою. У меня баланс, получается, на чепраке он вверх-вниз. Лично у меня он вот так, вот так и вот так, одновременно. Плюс он очень скользко. У меня работают колени, работают стопы, работают руки, работают тело. То есть еще надо ноги собирать, потому что очень скользко. Сам покров, я не использую никаких специальных мазей. И девочка моя, коллега, скажем так, она работала раньше тоже на голой лошади, она мазала сахарным сиропом. Она мне посоветовала. Я его один раз помазала, у него началась аллергия, мы от этого отошли. Репетиции были очень тяжелые, то, что взяли коня взрослого, и еще это первая лошадь, да, несмотря на то, что, конечно, был какой-то опыт в спорте. Но, опять же, это все-таки свое, это не готовое, это нулевое, это надо сделать, приучить, поскольку лошадь была своенравная. Конь по характеру меня, он Овен, мы с ним еще рядышком, у меня 23 марта, у него 25 день рождения. Он, собака поскребили, он воспитан так, он вот однолюб, скажем так, он вот принял нашу семью и больше никого он не принимает вообще. В данный момент у него вредное настроение, он хочет пакостить, и он тут зубы показывает, да, скажем так, зубы, ой-ой-ой, какие он страшные лошади. Работает с ним только Настя, и в силу обстоятельств, что мы 4 года вот одни и те же люди с ним, так получается, что он не любит посторонних. Даже если вот кто-то чужой на него садится верхом проехаться, он очень сильно злится и нервничает. Он меня чувствует, я чувствую его, я чувствую, когда он в плохом настроении, я чувствую, когда я в хорошем. Также чувствует он меня. Если он чувствует, что я злая, черт, просто вообще там меня рвет и мечет, он знает, все, я сейчас получу, если что не так. Здесь нет такого, что прям мы берем там, как многие думают, ну, это, конечно, для плохих дрессировщиков, которые реально есть в цирке, они очень жестоко дрессируют и обращаются к животным. У нас такого нет. У нас есть такое, как объяснить лошаде, донести, чтобы она поняла, на это надо очень много времени и терпения. Бывает такое, что он как-то перегибает палку, уже начинает, если он бывает, он может наприкусывать как-то, он может сильно укусить. Вот уже Настя, конечно, говорит, малыш, ай-яй-яй. И он тогда застроит, сейчас там, мол, ну что ты на меня ругаешь? Ну, я же не виноват, я не хотела. Здесь у них настолько тонкий контакт, тесный, да, то есть они могут понимать, что бы было слово, вот они с нас серьезно настроены, и малыш понимает, что уже не побалуешься. У нас серьезная работа. Были такие случаи, мы тоже сидели здесь, смотрим на репетиции, мы ждем наше время, и не случайно, она упала изверху, и лошади поступили, ему нога. Такой тонер, один тон, животных, ступили на копытки, прямо на ногу. Я попала между конем и барьером, и малыш не по своей вине, а только из-за того, что он бежал, он был в движении, он меня вдавил в барьер. Я сломала два ребра, мне приходило дыхание, я выкатилась в центр, ко мне подбегает мама, папа, сестра, и они не знают, что со мной. Я просто вот лежу, я не могу ни вдох, ни выдох сделать. Страшно, очень страшно. Когда твой ребенок падает и летает с коня, потому что падения были разные, очень серьезные, очень страшно. И было, что под ноги коню падало, и страшно, что он на нее наступит. Представляете, такая махина. Ну, был очень страшный для нас, для него, поэтому мы не знаем, как потом будет. Но закончилось хорошо, она полечилась нормально, и сейчас она еще сильнее. И для Настя, как девушка, я могу говорить, она молодец. Непросто. Я сам, как артист, уже все здесь в цирк, стоять на лошади в спину, непросто. Я уже попробовать, я не хочу. В силу характера она очень упертая. Упертая в хорошем плане. То есть, если она что-то хочет добиться, она своего все равно добьется. И свернуть ее из этого, так сказать, пути невозможно. Да, я думаю, что за счет этого она и сделала этот момент. Продолжение следует... В Москве проходил международный фестиваль под названием «Идл». И вот там у нее награда, специальный приз от цирка «Никулина» на Цепном Бульваре. Очень престижная награда, я считаю, и достойная. То есть, уважение. И вот основная награда... Пятый? Пятый. Пятый международный фестиваль. В Риге. Директор искусства в Риге под названием «Золотой Карл». Это золотая награда. Золотой Карл непосредственного профессионального жюри. И «Золотой Карл» — это приз из симпатии. Очень приятно, конечно. Я очень горжусь к этой дочери. На фестивале «Золотой Карл» мы с малышом заработали два специальных приза. Один специальный приз — это был от директора Швейцарии и от директора Франции. Директор Франции после награждения он сразу предложил нам из роли в Корсику. Главная награда, которую мы заработали, — это «Золотой Карл». Первое золото Белгосцирка. Да? Вот. И приз из симпатии. Когда она была на фестивале, тоже мы просто палец был вот так. И так получилось. Она очень молодец. Она делается что-то. Каждый день она делается здесь. Импресарио, у которого видели очень-очень много номеров, они говорили, что это уникальный номер, и они очень хотят его видеть. То есть и работать, продавать в разные цирки. Она переживает, потому что она хочет добиться совершенства какого-то определенного уровня. То есть расти выше себя, именно бороться с собой, наверное, даже. В Москве на Идоле встречали стоя. Вот цирк на Ирнацкого, вот этот весь зал вставал. Это, конечно, ощущение непередаваемое, когда она в финале стоит с конем на поклоне, и вот все зрители, и даже жюри вставало. А там жюри такое именитое, но каждому не встает. На самом деле, самая главная, самая важная награда для артиста – это не золотую корову. Это вообще никакие награды не в фестивале. А вот когда ты работаешь, и весь зал встает, тебе аплодируют громко, кричат «Браво», потом в конце тебя вылавливают, с тобой фотографируют, сыграть тебе большое спасибо. Нам очень понравилось. Вы такой схватили адреналинные эмоции. Вот для чего мы и работаем, что дарит людям эмоции. Адреналин. Мы и себе эмоции дарим, и зрители дарим эмоции. Субтитры подогнал «Симон»